Это ладно, это скучно. Собака по кличке Гайка полтора месяца не видела хозяев. Она единственная, кто здесь остался после пожара. Трагедия случилась утром 31 декабря. Подвела старая проводка, короткое замыкание и деревянный дом заполыхал. Пошел песк, дым, соответственно пожар. Уже с улицы мы выйти не смогли, выходили только с этого. Так Наталья Пирожкова, одна воспитывающая пятерых детей, потеряла крышу над головой. Ее вместе с двухлетним Серафимом поселили в социальную гостиницу в Новокуйбышевске. Остальных детей определили в центр для несовершеннолетних. За каких-то 4 часа, наверное, после пожара, прям сюда привезли и все оформили. Потом уже потихонечку движение заявления, материальная помощь, заявление. Жилье, предоставление жилья, ну и все. Потом уже ждать. Единственное, что нам нужен дом, чтобы нам объединиться вместе. Дом, в котором семья прожила 12 лет, ремонту не подлежит. Быть в разлуке с мамой для детей тяжело. От администрации Волжского района Самарской области Наталья получила 50 тысяч рублей материальной помощи. На наш запрос о дальнейших мерах поддержки этой семьи в администрации пока не ответили. Юрист Алексей Кокин объясняет, как в таких ситуациях обычно решается этот сложный вопрос. Сказать, что где-то жестко регламентирована необходимость предоставления жилья со стороны государства, это не совсем так. Потому что здесь, во-первых, добрая воля все-таки администрации, в большом счету. И самое главное, возможность предоставления такого жилья как такового. Как показывает практика, администрация всегда идет навстречу, если есть жилье, куда возможно переселить, предоставить. А пока Наталья ждет обещанной помощи, дом в Лопатина потихоньку растаскивают на доске. И только верная гайка ждет возвращения хозяев. Валерия Макарова, Максим Гусев, События.